Мы с вами целых 5 недель виртуально путешествовали на молзавод Мясно-Хлебное, который находится в Липецкой области, и узнали все о создании молочной продукции. Теперь вы знаете, что наша молочная продукция производится из молока высшего сорта бережной пастеризации. Но какое именно молоко мы используем и почему бережно пастеризуем, не рассказали. Сегодня, я думаю, вам будет интересно продвинуться чуть дальше. Мы побываем на ферме, откуда каждое утро нам поступает свежее молоко высшего сорта. Все подробности в этом видео. У нас в хозяйстве две породы коров. Сементальская, 70% стада и 30% красный галштин. Сементальская порода отличается мясными качествами, а галштинская – это молоко. Наше поголовье уже состоит из 170 взрослых особей, коров, и у нас еще шлейф состоит из молодняка. Это бычки и телочки разных возрастов. Для содержания животных важен и качественный корм, и содержание, и уход ветеринарный, зоотехнический. В общем, животные должны хорошо кушать и хорошо вести здоровый образ жизни. У нас на ферме беспривязно содержание коров в летний период. Они у нас гуляют, выпасаются, кушают корм на зеленых лугах, ну и дают, соответственно, витаминное молоко. При таком выгуле наши животные себя хорошо чувствуют, они меньше подвержены заболеваниям. Расписание дня у коров на ферме, режим, значит, такой, они в 6 часов приходят на дойку, их пригоняют, дуют с 6 до 9 дойка. В 9 часов, вот мы видим, их выгоняют на выпас, они идут кушать и будут до 6 часов вечера прибывать на пастбище. Потом в 6 часов вечера их опять пригоняют, опять подоят, и они отдохнут здесь в ночь, поспят, и в 6 часов опять придут на дойку. В летний период рацион коров состоит в основном из травы, на пастбище, которую он съедает, и подкормку, то, что мы им привозим с болезнью. Почему наше молоко от сезона к сезону может немного различаться по вкусу и запаху? Нет, мы ничего не меняем в производственной цепи. Ответ куда проще. Все зависит от питания коров в разные сезоны, а низкотемпературная пастеризация помогает нам оставить молоко живым и полностью сохранить вкусовые особенности. Прошедшая проверку молока мы нагреваем до 78 градусов в течение 20 секунд. Это позволяет уничтожить все вредные микроорганизмы, при этом витамины, белок, минеральные вещества сохраняются в неизменном виде. На этом этапе мы получаем цельное молоко. Но самое важное, так выживают полезные молочнокислые бактерии. Зачем они нужны? Расскажем далее. Команда фермы состоит из 4 доярки, 4 скотника, техника-семинатор, оператора молочного блока, зоотехник и ветврач. Коровки на фермах не роботы. Отрегулировать жирность будущего молока им просто не под силу. Зато это под силу нам. Сначала часть цельного молока мы отправляем на сепарацию. На центрифуге отделяем молоко на фракции. Отделяем молочный жир, сливки, молекулы которых легче. И обезжиренное молоко, вкусы пользы которого остаются прежними. А дальше начинается магия. Мы смешиваем цельное и обезжиренное молоко, добиваясь показателей жирности, которые выбираете вы. 1%, 2% и 5% в 3,2. Это нормализованное молоко. Финальный этап перед розливом молока по бутылкам – гомогенизация. Нам важно не только получить нормализованное молоко, но и сделать его однородным, разрушить все оставшиеся жировые шарики. Мы находимся на приемке. Сюда заходит молоковоз. Отсюда молоко идет по трубам. И дальше человек уже не касается его. Это очень важно. Здесь же молоковоз промывается после приемки молока. Прежде чем завод принимает сырое молоко на переработку, производственная лаборатория тестирует молоко на присутствие или отсутствие антибиотиков. Контролирует жир, плотность, кислотность молока. Вернемся к молочнокислым бактериям. Эти маленькие живчики помогают создать всю нашу кисломолочку. А из пустого, стерилизованного или порошкового молока их бы произвести не удалось. Сохранение молока живым – залог высокого качества и настоящего вкуса наших кефиров, йогуртов, сметаны, творога и эцидофилина, которые вы так любите. Ну что ж, пришло время разливать молоко по бутылкам. И здесь мы остаемся честными с вами и сами с собой. В каждую бутылку отправляется ровно литр молока. Мы честно указываем это на этикетке. Смотрите, здесь и объем продукта, и состав. Два вида молока и, конечно, самая важная процедура – бережная пастеризация. Отсюда каждую ночь отправляется продукция в магазины по скоростной магистрали. Каждая машина оборудована датчиками измерения температуры. И внутри транспортного средства поддерживается необходимая температура для транспортировки. Это делается для того, чтобы молоко всегда оставалось свежим и радовало вас. Именно так, с любовью к своему делу, к натуральному продукту и современным технологиям, мы получаем молоко по вкусу близкое к парному. Но безопасное, чистое, которое можно и детям дать, и кашу сварить, и тесто для блинчиков замесить. Пусть ваш четверг будет добрым. Только сегодня за покупку двух литров молока майской булочкой в подарок.